По продажам билетов на данный момент продано свыше 9 тысяч билетов. Это на самом деле ниже, чем были показатели в матчах с Галатасараем и с Атлетико. Основную причину, я считаю, наверное, это погода в первую очередь. Но хотелось бы всех болельщиков, во-первых, заверить, что на стадионе, внутри стадиона, комфортные условия создаются. То есть работают колориферы, которые создают температуру около 12-14 градусов. Поэтому, я думаю, болельщики наши не замерзнут. Плюс еще в сотрудничестве с ДВД города создается удобная схема. ДВД и Акимат города – удобная схема подъездов. То есть опять будут использоваться транспорты, шаттлы с различных основных точек в городе. Это опять-таки коллеги передадут. Со своей стороны хотелось бы попросить все-таки болельщиков поддержать команду в такой важный момент. Потому что, признаюсь честно, наверное, те ничьи, почетные ничьи с Галатасараем и с Атлетикой, которые команде удалось добыть, они были бы невозможны без той поддержки, которую команде стадион оказывал. Поэтому хотелось бы, чтобы завтра опять наши болельщики, наши исконно 12-й игроки заполнили стадион и гнали команду вперед. Потому что с ребятами разговаривали, команде ребятам очень-очень сильно помогает поддержка, шум, который болельщики создают. Поэтому в первую очередь хотелось бы всех попросить, несмотря на погоду, несмотря на, может быть, то, что для кого-то, возможно, в Бенфике название прозвучит не так громко, как Атлетика. Но, тем не менее, год назад эта команда играла в финале Лиги Европы. Поэтому это тоже очень именитый, очень известный соперник. Поэтому с таким сложным соперником нам, как никогда, понадобится поддержка наших болельщиков. В столичном департаменте внутренних дел уже проведено ряд мероприятий. Подготовлена право на расстановку. На матч будет задействовано около 2,5 тысяч сотрудников на обеспечение правопорядка, общественной безопасности и регулированное дорожное движение. В момент с 19.00 в связи с наполнением личного транспорта все болельщики пытаются приехать на частном транспорте. Будет движение по квадрату улиц Туран и Камбай-Батыра. От Кусейн-Бен-Талапа до Рыскова будет перекрыто с 19.00. Только будет пропускаться общественный транспорт и такси. Жителям и гостям столицы рекомендуем маршрут движения, если нужно попасть в пригород, либо в аэропорт. Это маршрут по Орумбор. Заранее предусмотреть маршрут движения, так как скопление транспорта будет. Это у нас получается рабочий день. С 19.00 до окончания матча будет закрыто. Движение ограничено движение. Еще раз повторяю. По Туран и Камбай-Батыра от Кусейн-Бен-Талапа до Кирижень-Бехандара. В этом квадрате все будет закрыто. Кроме общественного транспорта и такси. Можно болельщикам добираться на такси, доехать до стадиона. Так как парковочные места ограничены, принимайте такие меры. Какова численность португальской делегации, португальцев с болельщиками? 80 человек, получается, это делегация приехала. Плюс еще, в принципе, по заявке, которая 200 билетов выделялась на команду, да, стандартная УИФА практика. То есть все 200 билетов португальцам было сообщено, что будут среди их болельщиков реализованы. Поэтому, я думаю, наверное, еще среди местных работники посольства, либо дип корпусов, видимо, тоже придут поддержать команду. А вообще, какова стоимость билета была на выше, ниже, чем на прошлый матч? Так, она немножко ниже, чем на матч с Атлетикой и равна стоимости билетов на матч с Голос-Сараем. Сумма, от скольки? То есть это, получается, если так смотреть, ну, первая категория от 20 тысяч тенге и вплоть до 3 тысяч тенге, в зависимости от категории. Билеты приобретали только жители Астана или вообще большой интерес проявили и болельщики, и других? Нет, в принципе, так же, как прошлый матч, просто, наверное, меньше количества, но география самая широкая, то есть это практически все города Казахстана тоже приобретаются, билеты. Плюс ближележащие города российские. То есть, я не знаю, заметили или нет, вот на матче с Атлетикой даже баннеры были «Омск за Астану», то есть с Омска приезжали, с Новосибирска у нас приезжали организованные группы. Поэтому, я думаю, на этот матч тоже есть информация о том, что единичные болельщики будут с ближележащих российских городов тоже приезжать.